Всем привет! Сегодня мы приготовим с вами лапшу на сковороде. Для приготовления нашей лапши нам понадобятся шампиньоны, болгарский перец, морковка, томат, грудка куриное филе, вот такой вот соевый соус и лапша яичная. У меня это роллтон, я уже отварил два брикета. Давайте займемся подготовкой наших ингредиентов. Возьмем шампиньоны и нарежем их. Нарезаем болгарский перец. Порежем томат. Подготовим куриную грудку и порежем ее на кубики. И в заключении у нас осталась морковь. Морковь мы нарежем соломкой. Итак, все наши ингредиенты готовы. Добавляем на сковороду подсолнечного масла. Добавляем морковь и обжариваем. К морковке я добавляю курочку. Все, куриную грудку немножко поджарилась. Я добавляю болгарский перец и соевый соус. Так, в соевом соусе много соли. Мы соль по вкусу к лапше и вообще полностью к всему уже готовому блюду будем добавлять в самом конце. Перчик у нас уже мягенький стал. Морковка тоже. И теперь мы добавляем грибы и томаты. Прошло около трех минут. Грибы готовятся очень быстро. Поэтому я уже добавляю лапшу. Прошло где-то еще минуты три или пять. Надо посмотреть. Если водичка вся уже выпарилась, можно выключать и подавать наше блюдо нашим любимым домашним. Да, водичка выпарилась, можно снимать пробу. Только лапшу еще другую потом сделаешь в следующий раз. Надо какую-то потверже, да? А так очень похоже на лапша-удон с мясом. Еще чего-то не хватает. Кунжута. Дать тебе кунжут? Не, уже не надо. Очень вкусно. Классно, Леш. Реально как вот это вот суши-вок или как оно? Суши, да. Как суши делают то же самое. Вкусно. Молодец. Казани, наверное, еще бы вкуснее получилось. Ребят, очень много вопросов, почему Лёва сказал, что он рад, что мама остается в квартире и что мама никуда не уедет. А у нас были планы такие. Мы решили выставить две квартиры на продажу сразу, которые у нас в юбилейном районе. И какая квартира быстрее уйдет, ту квартиру мы и продадим. Вот. Мама живет в двушке. Та квартира, в которой мы жили, она трехкомнатная. Так вот, если бы продалась двухкомнатная квартира, то мама бы переехала в трехкомнатную. Вот так мы хотели сделать. Поэтому Лёва, когда узнал, что мы все-таки ничего не продаем, он, конечно, очень обрадовался. Потому что ходить в соседний дом, это не так удобно, как ходить в соседнюю квартиру. Вот такие дела. Ну, что я вам хочу сказать. Сегодня разговаривала с подружкой. Долго мы с ней болтали. Хотела пол помыть, но так заболтали, что я сегодня ничего не сделала. Завтра буду уже уборку делать с самого утра. Потому что сегодня уже поздно. Вот. Мы разговаривали насчет покупки земельного участка. И она мне сказала, что у нее есть знакомые, которые продают земельные участки по более выгодным ценам, чем мы смотрели. Поэтому будем сейчас активно копить деньги. Также как-то копили на дом для Лёшиного папы. Для нас это не проблема. В общем, будем копить, откладывать. И как только накопим необходимую сумму, то я думаю, что мы купим земельный участок. Ну, опять же, посыпались призывы, чтобы мы скорее выселили маму назад к деть Сереже. Чтобы мы начали сдавать свои квартиры. Чтобы стали получать доход от квартир. Все так переживают, что мы много денег платим за этот дом, за аренду этого дома. Ребята, не переживайте, с чего вы вообще взяли, что у нас все плохо, все критично. И чуть ли мы отсюда не сбегаем, не убегаем и бросаем этот дом. Все. Многие подумали, что мы уже, наверное, последний кусок хлеба доедаем. Но если мы снимаем этот дом, значит не все так плохо. Если мы не сдаем квартиры, значит не все так плохо. И вообще, наши квартиры не подлежат сдаче в аренду. Во-первых, мы в этом не нуждаемся. Во-вторых, мы считаем, что тот ремонт, который сделан в наших квартирах, он не подходит для аренды квартир. Ну двушку, в которой мама живет, ее можно сдать где-то тысяч за 35. А трехкомнатную квартиру, в которой наши вещи, я думаю, что ее можно сдать тысяч за 45. Ну может быть даже дороже, может быть даже за 50. Потому что есть у нас на рынке предложения только либо слишком дешевые, либо элитные, дорогие. И ничего среднего такого, более-менее со свежим ремонтом, с новой техникой, ничего нет. Поэтому можно для начала сдавать и за 50. Но эти деньги, поверьте мне, вот они не в одно место. 35 и 50, они не стоят того, чтобы убивать квартиры, чтобы выселять маму. Ну я не знаю, ребят. О чем вы думаете? Я, конечно, понимаю, что денежный вопрос для многих людей стоит на первом месте. Но для нас это вообще, я не знаю, наверное, самое последнее. Так что вот такие.